Сегодня футболисты Тюмени возобновили свое выступление в чемпионате ФНЛ после зимней паузы. Сибиряки в эти минуты заканчивают поединок против Нижегородского Олимпийца. За ходом игры вы можете следить в трансляции на нашем сайте asenta.ru. А о том, какими были заключительные штрихи подготовки черно-белых, смотрите прямо сейчас. Состав команды заметно обновился. Клуб пополнило сразу 9 новичков, каждый из которых твердо намерен закрепиться в основе. Я думаю, здесь лидером может быть не все равно. Это вновь пришедшие футболисты, либо те, кто уже были в команде. Любой может стать лидером на поле и должны становиться. Каждый должен стремиться стать лидером. Но что подразумевать под этим словом? Правильно, это одно дело, если кричать. Другое дело, если своими действиями проявлять это лидерство. И, соответственно, здесь уже просто вести нужно за собой команду. Именно своими качествами боевыми на поле. Это может любой сделать. Футболист, молодой, опытный игрок. Любой. По прогнозам синоптиков, в день игры столбик термометра будет показывать от 7 до 10 градусов со знаком минус. Это означает, что матч состоится. Хотя, конечно, небесная канцелярия внесет свои корректировки. Специфика заключается в том, что, во-первых, поле быстрее. Если подморозить траву, поле становится быстрее. Из-за холодной погоды мяч чью-то другую траекторию при полете принимает. Так что перчатки могут подмораживаться и латекс просто может скользить в мяч в руках. Поле хорошего качества. И даже в такой снег, когда немножко подморозило, мяч уходит. Есть свои особенности. Скорость мяча, опять же. Наверное, мышцы немножко по-другому сидят, потому что холодно. Но так у всех одинаковые условия, поэтому будем стараться. В линии нападения Тюмени появились знакомые болельщикам по выступлению в премьер-лиге Александр Козлов и Камиль Мулин. Первый – воспитанник столичного Спартака, а второй – не понаслышке знаком с Владимиром Маминовым. Мы вместе работали в дугле «Локомотива», и потом он работал в Рубине, и еще в Рубине успели с ним поработать. Ну, конечно, когда есть свои люди, достаточно легче войти в коллектив новый. Ну, воспитанник Спартака вообще по всей России много, так что я не считаю, что ребята должны расспрашивать. Нормально, относятся. Бывает, шутят, конечно, но ничего страшного. Также группу атаки пополнил Сергей Шумилин. Он уже успел хорошо зарекомендовать себя на Кубке ФНЛ. Впрочем, нападающий требователен к своим функциям на поле, и прошедшие заслуги оставляет вне зачета. Я бы не сказал, что я очень доволен. Да, согласен, там получилось забить два мяча Уралу, но, скажем, лучше бы я забил по одному в каждом матче, чем два на Уралу. Почему так? Ну, нападающего, скажем так, стабильность нужна. Каждый матч забивать, а не так, что там два забила, и потом там три-четыре матча на нули, скажем так, по статистике. Заменить покинувших Тюмень-защитников призван перешедший из Балтики опытный Павел Степанец. В послужном списке Центрдефа несколько сезонов, проведенных в Премьер-лиге. Но, несмотря на это, стать своим в Калининграде ему так и не удалось. Так сложились обстоятельства, что поступило предложение от футбольного клуба «Тюмень». И я его сразу принял, потому что любому нормальному футболисту хочется играть, хочется доказывать свою состоятельность. В Балтике я не получал достаточное количество времени. Поэтому, я думаю, это хороший шаг для меня, для продолжения моей карьеры. А то, что борьба за выживание, ну, такая задача стоит. Поэтому мы будем стараться со всех сил выполнить ее. Смогли ли подшефные Маминова сделать первый шаг на пути к этой цели, мы подробно расскажем в понедельник в программе «Тюмень спортивная».